привет всем ну что вот наконец сделал циклон самодельный то есть бывает продают там готовы нет самодельный как это смотрелся в интернете сделал небольшую выжимку и сделать склон по поводу стружкоотсоса данного кто не видел могут меня посмотреть на канале есть видео по вскрытию коробки что-то находилось по поводу баттла данного стружкоотсоса с пылесосом керхер строительным ну не строительным да он не является строительным хозяйств хозяйственный как написано на сайте хотя у того мощность больше ну кому интересно могут посмотреть баттл и те кто смотрели думаю помнить что этого пульсочка проблемки с тем что мешок из бумаги близко находится к патрубку тем самым опилки не успевает падать вниз а прилипает к нему и забивает входное патрубок так начинаем бочка 160 литров закрывается хромутом сверху я не использую его потому что силов саса нет такого что крышка настолько сильно прижимает что его в рабочем состоянии я ее поднять не могу вот далее идем смотрим поближе данный патрубок нужен для того чтобы пыль именно не опилки а пыль древесная поднималась вверх ударялась а верхнюю часть потом а нижнюю верхнюю и тем самым минимальное количество попадала в пылесос потому что кто бы не говорил чтобы не говорили но любой циклон не поможет избавиться как говорится от древесной пыли она как мука то есть да в циклон попадают опилки вместе с пылью вы там когда вы откроете крышку в облаком стоит поэтому хоть как и засасывает в пылесос не всю примерно 10 процентов 20 опилки все остаются конечно же в циклоне это независимо покупной непокупной в ютюбе есть ролики там люди как говорится те кто за правду они рассказ ты показывать полностью все и показывают что когда пылесосит эту пыль что вся пыль что попадает в пылесос как бы сильно не стараюсь поэтому надо понимать как говорится надо мух от котлет отделять циклон сто процентов убирает опилки где-то 80 90 древесной пыль так для этого я сделал такую трубу для того чтобы уменьшить количество пыли в пылесосе ну еще внутри там или есть один момент который считай полностью убирает эту пыль далее смотрим это обратный клапан водопроводный он нужен для того чтобы у нас в случае когда я подсоединяю данную трубу от пылесоса то есть у нее за уже не нормальная и бочку бочка нравится схлопнуться для того чтобы это не произошло для этого нужен данный клапан с ним бочку не сожмет дальше начинаем вскрытие ну что вот начнем с того что у нас патрубок входной он направлен вниз идет вдоль стенки бочки для чего это сделано для того чтобы задать направлением опилкам во первых направлении вдоль стенки во вторых так как патрубок смотрит вниз направление вниз опилкам для того чтобы они падали вниз быстрее опять же как повторюсь опилки сто процентов вниз упадут а вот пыль вот она кстати вот на руках пыль а вот эта пыль полностью вниз не попадает она летает внутри бочки и как бы вы этого не хотели сто процентов и вы не избавитесь если у меня у данного стружкоотсоса два фильтра один из них бумажный и более-менее он нормально очищает от этой пыли то например стружкоотсос который с мешками там это пыль через мешки полностью выходит в помещении так а теперь начинаем смотреть данную крышечку ну как видите вот крышка вроде с этой стороны ничего особенного а вот с этой стороны такой ведрышко прикручена для чего в этом стружкоотсосе я очень сильно старался как говорится уменьшить падание вот этой вот строительной муки внутрь пылесоса вот она она на любой поверхности остается вот для чего то есть тут внешняя часть у нас внешняя часть бочки опилки заходят ударяется как об эту часть а внешнюю и тем сам падают вниз как и пыль но небольшое количество пыли все-таки улетает в воздухе и попадает вот сюда внутрь внутри тут тоже препятствие это вот такой вот грибок то есть воздух вместе с пылью в пылесос попадать не напрямую в отверстие а вот так вот должен зайти туда далеко и в центр тем самым есть препятствия которых касается пыли и опять не попадать в пылесос дальше грибок нужен вот этот не только вот кстати в одно отверстие пульсос грибок вот имеет такую форму вырез только с одной стороны опять же сделать для того чтобы пыль у нас воздух шел заходил только с одной стороны пыли у нас если идет с этой стороны она касается стенок оседает тут и уже наименьшее количество попадает в патрубок так как уже видели у меня патрубок вверху уходит буква м там тоже препятствие тем самым воздух попадает более чистый пылесос но я решил попытаться убрать полностью пыль до 100 процентов сегодня посмотрим как это мне получилось что для этого нужно не зря у меня данной формы крышечка если все знают то как бы наилучше скажем очистка воздуха от пыли происходит с помощью чего правильно аква фильтра с помощью мешков вы не добьете стопроцентной очистки с помощью аква фильтра можно добиться ну и плюс идет увлажнение помещений все на сухое у меня тут бывает 30 процентов 35 влажность помещения то есть сухо вот и что я для этого дела я сюда наливаю водичку водичка не доходит примерно двух сантиметров до верхнего среза что происходит у нас пылесос начинает всасывать эту воду она бурлит считай до верха трубы первой части и тем самым смешатся вместе с воздухом то есть но воздух пыль вода вода она бурлит постоянно вверх вниз падает и тем самым она захватывает пыль пыль оседает в этой чаше в пылесос уже попадает чистый воздух и опять же напомню все помнят то что у меня буква м сделана патрубок это сделал для того чтобы мельчайшие капли воды они будут у аква фильтра не попадали в пылесос то есть как говорится на всем протяжении трубы данные капли поседали на стенках ну что сейчас проведем как говорится водная часть закончилась теперь приступим к практической части что я сейчас дело бочку я полностью высыплю на пол воду сюда наливать не буду почищу фильтр в пылесосе то есть бумажный полностью очищу и весь контейнер металлический в пылесосе и соберу все все всю ту бочку которую высыпал потом при вас вскрою покажу что у нас пылесосом происходит и потом опять повторю высыплю уже налью сюда воды и проверим что будет опять же происходить ну что поехали и и и и и и и и и ну что вот перед вами я собрал сначала с помощью сотой трубы опилки потом уже что полностью всю пыль пропылесось взял щетку от пылесоса и пропылесосил ну что сейчас я вскрою как говорится внутреннюю часть циклона я вскрывать не буду самое главное внутренняя часть пылесоса посмотреть что попадает в пылесос поехали как видим про что я и говорил вот эта мука есть еще раз посмотрим поближе порисуем ну что теперь я опять чищу внутреннюю часть пылесоса чтобы были было более наглядно и видно поставлю тоже новый мешок бумажный почищу пылесос высыплю опять все из бочки и налью водички в контейнер и посмотрим что у нас будет опять внутри пылесоса ну что вот теперь наливаем водичку а теперь мы протестируем циклон с аквафильтром а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте посмотрим, что у нас внутри пылесоса. Сначала на пылесос. Ну, вот там вот в стыках я не смог вычистить, а на стенках хорошо заметно, да? То есть... Дальше смотрим. Вот он, фильтр. Вот он, фильтр. Вот крышка. Как видите, на крышке пыли, считай, нет. Я не отрицаю, что если мы с пальцем проведем, на пальце тонкий слой есть. Но, как видите, на бумаге нет рисунка. Для сравнения, вот фильтр, который был. Вот. Это без акофильтра, это с акофильтром. Я не отрицаю, что что-то могло остаться в трубе. Так как у меня труба, которая буква М, большая, то я ее не чистил. Быстрее всего, от первого раза там какая-то пыль осталась. Поэтому она и попала в пылесос, да. То есть, от первого раза, где вот весь мешок был грязный, стал. Вывод прост. Самая лучшая очистка это циклон плюс акофильтр. Но есть маленький минус. Минус какой? То, что после работы в мастерской, нужно открывать данную крышку, выливать воду. Чтобы не протухло. Вот так вот. То есть, как бы, кто готов с этим мириться? Кому нужен чистый воздух, без пыли данной, то нужно делать с акофильтром. Кто не готов мириться с тем, что нужно вылить воду, снять крышку, вылить воду, протереть, то тогда придется подышать пылью. Вывод прост. Ну что, думаю на этом я закончу видео. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok